Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Сотни умышленных ДТП, десятки миллионов ущерба. В суд ушло дело о серии автоподстав. Плюс 1300 квадратов и 62 кабинета. В крупной барнаульской больнице открыли новый корпус. Осталось чуть больше двух месяцев. Какие предметы в этом году выбирают школьники для сдачи на государственных органах? Пробки в 9 баллов сковали сегодня утром дороги Барнаула. Движение практически встало на улицах Малахова, Попова и Матросова, проспектах Калинина, Строителей и Павловском тракте. Ситуацией с заторами тут же воспользовалось такси. Цены стали практически космическими. Так, стоимость поездки из спальных районов в центр в час пик достигала 800 рублей. Причиной такого недоброго утра встал всего лишь выпавший снег. Стоящие в пробках водители забавно комментировали дорожный коллапс в соцсетях и интернет-сервисах. Коммунальщики, между тем, минувшей ночью и сегодня днем, активно очищали дороги и тротуары от снега. По сообщениям администрации города работало 115 единиц техники. По прогнозу синоптиков, это не последний обильный снегопад в этом месяце. Осадки, к примеру, по краю ожидаются и предстоящей ночью. Надеемся, они не вызовут новых серьезных заторов на дорогах Барнаула. Уголовное дело на так называемых автоподставщиков направили в суд. Обвиняются пять жителей региона в мошенничестве со страховыми выплатами на сумму свыше 28 миллионов рублей. Напомним, ДТП совершали умышленно и на авто, ремонт которых отличался высокой стоимостью и максимальной прибылью при наступлении страхового случая. Орудовали злоумышленники преимущественно на улицах с кольцевым движением. По версии следствия, за последние три года обвиняемые совершили порядка сотни умышленных ДТП, тем самым причинив материальный ущерб 13 страховым компаниям. Уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования», совершенное организованной группой, прокуратура края направила в Центральный районный суд. В ходе следствия на имущество обвиняемых стоимостью более 8 миллионов рублей наложили арест. К другим темам. Сегодня в Барнауле заработал новый корпус горбольницы номер 3, построенный по нацпроекту здравоохранения. Какие внешние улучшения произошли в медучреждении и как изменилась его техническая начинка, узнавала наша съемочная группа. Плюс 1300 квадратов и 62 поликлинических кабинета. Настолько приросла третья городская больница на Петра Сухова. Открытие нового корпуса здесь ждали три года. В последнее время нагрузка была крайне серьезной. К данному медучреждению прикреплено порядка 70 тысяч пациентов, которые регулярно обращаются за медпомощью. Реконструкция была принята решением, во-первых, это количество прикрепленного населения, недостаточные площадя и собрать в одном месте все то необходимое диагностическое оборудование и, конечно же, специалистов, которые необходимы по порядкам и стандартам для первичного взгляда здравоохранения. В новом корпусе для удобства пациентов объединили несколько блоков. Инфекционный фильтр-бокс с отдельным входом для температурящих, лечебно-диагностический и рентгенологический. К слову, раньше, чтобы сделать рентген-обследование, пациентам нужно было ехать в другой филиал больницы. А еще здесь впервые появился цифровой маммограф, который, по мнению старшего рентген-лаборанта Елены Гисперт, сокращает время обследования женщин вдвое и более точен. Сейчас намного это проще. Это цифровой аппарат, который делает снимочки. Снимочки передаются сразу на компьютер докторам, которые смотрят эти снимочки, описывают. Также это удобнее тем, что вся запись для пациентов сохраняется в базе, что можно это все проверить, посмотреть. На торжественном открытии в новом здании побывали высокие гости. Глава края Виктор Томенко и главный врач московской больницы Марьяна Лысенко. Она отметила, что в вопросах развития инфраструктуры наш регион, опираясь на существенную федеральную поддержку, развивается хорошими темпами. Более 6,5 миллиардов было выделено на то, чтобы строить, создавать, реконструировать новые объекты. Более 12 миллиардов рублей за прошедшие годы, вот последние 5-6 лет, было направлено на обновление оборудования. И это коснулось, по сути дела, учреждений здравоохранения, расположенных на территории всего края. Первых пациентов обновленная больница, которую построили по нацпроекту здравоохранения, приняла уже сегодня. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. Здание Барнаульского автовокзала горело сегодня утром. Возгорание оперативно ликвидировали транспортные полицейские. По предварительным данным, ЧП произошло в результате короткого замыкания электропроводки. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Алтайского линейного управления МВД России, старший сержант полиции Михаил Устевецкий и старший сержант полиции Алексей Чигаев находились на маршруте патрулирования, когда обнаружили задымление внутри здания автовокзала города Барнаула. Очаг возгорания находился в кафе на первом этаже. В около пяти утра мы находились на автовокзале. Увидели возгорание, приняли решение ликвидировать возгорание. Огонь начал возгораться из-под потолка, началось сильное задымление, и огонь пришел тушить в полном дыме. Транспортные полицейские отодвинули жалюзи и с помощью огнетушителей ликвидировали открытый огонь до приезда противопожарной службы. Их действия не дали огню распространиться на другие помещения, а происшествие не повлияло на работу автовокзала. А вот в камне на Аби правоохранители не нашли между собой общий язык и сошлись в рукопашной схватке. Инцидент произошел прямо перед зданием отдела Каменского МВД. Разнимать мужчин пытались несколько сотрудников ведомства. Очевидцы говорят, конфликт между мужчинами, один из которых был в форменной куртке полиции, а другой в камуфляже, позже продолжился в здании отдела. На данный момент известно, что драку начали сотрудники кинологической службы. В Краевом главном управлении МВД России по данному факту назначили служебную проверку. В ходе ее установят все обстоятельства произошедшего. Более 14 тысяч человек выступят организаторами ЕГЭ и ОГЭ в Алтайском крае. В Барнауле сегодня обсудили готовность к государственным экзаменам. Какие предметы в этом году выбирают для себя школьники и можно ли будет пересдать экзамен по новым правилам, подробнее расскажем в следующем сюжете. Всего несколько месяцев отделяет молодежь Алтайского края от одного из главных событий в их жизни. В этом году в регионе единый госэкзамен сдадут более 10 тысяч 11-ти классников и почти 29 тысяч 9-ти классников ОГЭ. Сегодня большая часть выпускников получила доступ к экзаменам. Для тех, кто еще нет, будет возможность получить доступ 10 апреля. Чаще всего интересует вопрос, какой же предмет лидирует. На протяжении очень большого количества лет лидирует общество знания. Причем как у 11-ти классников, так и у 9-ти классников. Но что радует в этом году? Также лидирующие позиции в этом году занимает профильная математика, а также биология и информатика. О чем это говорит? Это говорит о том, что выпускники 11-го класса планируют поступить в вузы на факультеты, где изучаются естественно-научные дисциплины. Организаторами ЕГЭ и ОГЭ выступят более 14 тысяч обученных специалистов из числа педагогов Алтайского края. Все пункты по традиции оснастят металлодетекторами и видеокамерами. Родители тоже уже по традиции смогут побывать в роли выпускника и сами сдать экзамен. 27 марта в Барнаульской гимназии номер 22 пройдет акция ЕГЭ для родителей. В этом году по истории. У родителей есть возможность вот все те переживания, психологические, прежде всего, переживания, которые испытывают дети, пережить самим. И вы знаете, уже опыт показывает, что те родители, которые сами прошли ЕГЭ, после этого говорят легко, просто, интересно, быстро. Записаться на ЕГЭ для родителей можно через комитеты по образованию в городах или районах края. Также сегодня на встрече обсудили возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ. С таким предложением выступил Владимир Путин во время своего недавнего послания. В Краевом Минобре пояснили, что пока на федеральном уровне еще разрабатываются соответствующие документы. Но то, что у школьников появился так называемый второй шанс, это факт. И им могут воспользоваться уже выпускники этого года. Новые льготы для многодетных семей начнут действовать в России с 1 апреля. Соответствующие поправки в региональное законодательство краевые депутаты внесут на ближайшие сессии АКЗС. Напомним, по указу президента статус многодетный присваивается семьям с тремя и более детьми бессрочно. А льготы для них действуют до 18-летия или 23-летия старшего ребенка, если он учится очно. Алтайские многодетные семьи с апреля могут воспользоваться следующими льготами. 30-процентные льготы на оплату услуг ЖКХ, бесплатным проездом для школьников на городском, муниципальном и пригородном транспорте. Также учащиеся школ с 5 по 11 класс и студенты СУЗов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Киберпреступность продолжает набирать обороты. Темпы роста таких правонарушений растут по всей стране. О новых схемах кибермошенничества, связанных с нейросетями, считают эксперты важно предупреждать все слои населения, но особенно продвинутых в этом смысле подростков. С этой целью в школах края запустили очередной цифровой ликбез. О том, как распознать мошенничество с использованием искусственного интеллекта, в сюжете Данила Кузнецова. Череду типичных школьных уроков для учеников педагогического лицея прервал цифровой ликбез. Своеобразный урок ОБЖ, только по безопасности в интернете. Подобный факультатив проводят ежегодно, но каждый раз тем, которые важно обсуждать с молодежью, становится больше. В этот раз особенное внимание уделено нейросетям. Они создают такие изображения, которым верят взрослые люди. Все слышали, наверное, про пожарные и филевые башни, что действительно все начали выяснять, узнавать в интернете. Настолько реалистичными были изображения, тексты. Нейросеть может голос, голосовой трек сконфигурировать из голоса мамы, ребенка. У моего знакомого, друга, была ситуация, что ему звонил человек, который предъявился его матерью при помощи как раз в нейросети. Он перечислил деньги. Как оказалось, это была в обществе не его мама, и он остался без денег. Разумеется, все разрешилось. Деньги мы перечислили, и она, как все равно, ситуация не особо приятная. Если появились подозрения, что вас набрал мошенник, то разговаривайте как можно дольше, советуют специалисты. Хорошо подделывать голос получается пока что только фразами. Длинный диалог сразу будет бросаться в глаза из-за роботизированности и монотонности голоса. Однако ребенок может довериться и не особо изощренным махинациям. Ну, это социальные механики, которые всегда известны. Это либо что-то бесплатное, мы взрослые понимаем, что ничего бесплатного не бывает. Это какие-то, может быть, вещи, связанные с социальными сетями, с играми, там, не знаю, игровая валюта внутри игр, которые используются. От этого цифровой ликбез тоже старается убереть школьников. К примеру, преподаватели рассказывают об опасностях социальных сетей. В них лучше не распространяться о месте жительства и имеющихся суммах. Подростки отметили, что некоторые советы кажутся примитивными. Однако лучше переслушать их много раз, нежели потом жалеть о потерянных средствах. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Полицейские Михайловского района пресекли информационные мошенничества, которые злоумышленники намеревались совершить в отношении жителей пожилого возраста. Какой схемой на этот раз воспользовались преступники, о каких суммах идет речь, кто исполнитель и как отработали правоохранители, расскажем в нашем сюжете. Так пенсионерка из Михайловского района чуть не лишилась 300 тысяч рублей. Ей позвонила женщина, представилась сотрудником полиции и сказала, что якобы ее дочь стала участницей ДТП, когда переходила дорогу в неположенном месте. Ее сбила беременная водитель авто. Ее сбила машина, эта женщина воткнулась в столб, потеряла ребенка, селезенку эту, что останется она жива или не останется, вашей дочери грозит 7 лет тюрьмы. Вот вы сейчас поговорите с дочерью. Вот дочерин голос. Дочечка, как, че? А она вот плачет таким вот. Мама, я сломала два ребра. Как правило, во время телефонного звонка раздаются звуки и крики, создавая видимость того, что происходит критическая ситуация, подчеркивает начальник отделения МВД России по Михайловскому району. В последний месяц на территории оперативного обслуживания произошло несколько таких фактов. Преступники входят в доверие поживым жителям района и, можно сказать, последние, забирают последние деньги. Суммы варьируются от 300 тысяч и выше. По решению Романа Трушина был предпринят комплекс мер, вследствие которых были обнаружены и задержаны курьеры мошенников. Один из них обобрал двух пенсионерок возрастом более 80 лет, которые отдали ему 100 и 300 тысяч рублей. Часть он успел отправить своим кураторам из-за границы, оставив себе процент за услуги. Цитата. Работа простая, типа. Мы тебе говорим, адреса тебе приезжает, наличка денег, либо просто в чем-то спрятана вещь или деньги. Ты типа получаешь и продаешь. Я понимаю, что я только исполнитель действия. То есть ты понял, что это мошенничество? Да, я понял. А зачем лезет? Потому что они сказали мне срочно и туда, и запугивали тем, что типа могут быки, в кавычках, за тобой прийти. То есть угрожает тебя? В настоящее время ведутся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к реализации этой мошеннической схемы. Правоохранители советуют в таких случаях не поддаваться панике, позвонить родственнику, убедиться, что все в порядке и обратиться в полицию. Юлия Щепина, День с толком. Живопись становится инструментом арт-терапевтов и любимым хобби все большего числа людей самых разных профессий. Чем так манит искусство рисования, об этом толку рассказали жители Барнаула, которые творят и находят в своих произведениях нечто большее, чем просто предмет интерьера. Мы берем вот такой цвет и чуть-чуть фиолета. И сюда же, вот в эту же ячейку добавляем. В детстве каждый из нас легко берет в руки инструмент для воплощения самых смелых идей, хотя бы на картине. Настоящими поклонниками творчества становятся лишь избранные. Изначально я вообще поступила в художественное училище для того, чтобы в дальнейшем стать дизайнером. Но дизайнером я не стала, а я стала художником-любителем. И я провожу, ну у меня параллельные есть профессии, но я провожу мастер-классы вот прежде всего, потому что мне этим нравится заниматься. В детстве ты брал краски и получал удовольствие, тебе было это интересно. В какой-то момент во взрослой жизни мы перестаем верить в то, что нам так можно, и перестаем заниматься творчеством. Елена – мастер в рисовании сакральной геометрии. Как преподаватель кафедры культурологии и дизайна, она делится профессиональными знаниями о символике в разных культурах, а свои картины с ними демонстрируют публики на выставках. Сакральная геометрия – особый вид арт-терапии, и клиенты девушки отмечают ощутимый эффект от ее занятий. Я выплеснул какую-то часть эмоций вот в этой части, вот в этой части, а в какой-то части я, например, насладился процессом, и вот от смешения вот такого потока эмоций – очень классное состояние. Намеренно на данном этапе жизни не получаю профессиональное художественное образование, потому как это немножечко не мой путь. Мой путь – это все-таки пропа ошибок, когда я на собственном опыте учусь, как проклеивать холсты, как натягивать их, как нарисовать тот или иной элемент. Глубокий смысл в картины вкладывает у любительницы академической живописи Людмила Жгун. Известный юрист и преподаватель за кисть взялась всего год назад, но уже состоялась профессиональная выставка, которую посещали высокие лица края, в том числе губернатор. Это дерево наполовину, оно уже сломлено, наполовину ее корневая система чуть-чуть держится, но оно зеленое, оно цветет, оно приносит радость. По словам Людмилы Алексеевны, для нее главное в картинах отразить четкий, реалистичный и понятный символ, который будет вдохновлять. Садиться за мольберт каждое воскресенье, но бросать профессию из-за хобби не собирается. Без того, что помогать людям я не смогу, без этого я не смогу. Вот я иногда думаю, все, суббота, воскресенье, отключу телефон, не буду. Нет, смотрю, все, смс-звонки пришли, что, пожалуйста, как вот здесь, подскажите, а запишите. Любителей художников становится все больше еще и по сугубо бытовым причинам. Практический подход к искусству многие приветствуют. Я понимаю, насколько это бы важно, если бы вот эти вот навыки у меня были бы немножко раньше, я их получила, да, и в своей профессии я бы, конечно, была более успешным человеком. Ну и сегодня, в принципе, никогда не поздно учиться новому. Профессиональный путь не для всех, но и отсутствие навыков практически никого не останавливает. По мнению художников, большой ценовой разброс на необходимые материалы дает возможность выбирать их по своему уровню дохода. И при этом польза от процесса сохраняется независимо от стоимости красок и кисточек. А вот сам факт, что люди откликаются на творческие и душевные порывы, говорит о духовном росте всего общества. Когда человек находится на уровне выживания, ему нужно закрыть базовые потребности, да, заплатить за квартиру, купить продукты и так далее. Его это мало интересует. Он занимается любимым делом, да, на работе у него все успешно, в семье все хорошо, базовые потребности закрыты, он думает о чем-то большем. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком. Один из топовых алтайских кикбоксеров на днях вернулся в большой спорт. Это событие в кругах единоборцев называют не иначе, чем уникальным. Файтер возвратился на ринг после 10 лет отсутствия. И уже есть первые серьезные победы. Почему спортсмены возвращаются в спорт и о подготовке к чемпионату России по кикбоксингу в сюжете Дмитрия Дроздова. Тренирует других и тренируется сам Михаил Останин, воспитанник Каменского клуба «Боец». До перерыва за 9 лет спортивной карьеры от первенства края дошел до международных турниров. И тогда мысли бросить кикбоксинг даже не допускал. В основном, опять же, мотиватор мой отец, я считаю. Как бы все равно были такие предпосылки, ну, где-то там погулять побольше, все как бы сверстники отдыхают и так далее. Но отец мотивировал, заставлял иногда где-то. Вот, и просто это стало как привычка, такая жизненная хорошая привычка. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Из-за плотного учебного графика Михаил поступил в медицинский университет. Подающий большие надежды кикбоксер покинул мир спорта. 10 лет Михаил не выходил на ринг. Перерыв серьезный. Но в этом году буквально на днях официально был заявлен одним из участников чемпионата Сибири. Мотивация была настолько стильной, что и последствия серьезной болезни не остановили бойца. Первый после долгой паузы чемпионат принес неплохой результат. А Станин выигрывает финал и становится победителем турнира. Это, наверное, какая-то зависимость, мне так кажется. Потому что эти эмоции, эти чувства какие-то, то есть это все тебя заставляет. Хочется снова это попробовать и все равно, ну, возможно, какие-то не реализованные моменты в спорте, опять же. Как основная причина, мне кажется. Теперь Михаила и других победителей и призеров сибирского чемпионата ждет главный старт сезона на уровне России. Подготовка к нему будет особой. Много сборов, много совместных спаррингов и много тренировок. Наметки уже были заранее. То есть вот эта цикличность микроциклов, она в принципе уже выстроена. И для нас, я не думаю, что будет откровением каким-то, что вот мы сейчас съездили на Сибирь и перестраивать какие-то планы. Нет. Мало того, что зачем ломать то, что работает. И показывают просто мелкие недостатки, над которыми нужно больше обратить внимание. Но нет такого кардинального изменения, что там надо полностью поменять программу. Для каждого спортсмена, конечно, есть индивидуальные какие-то моменты. Кому-то физуху, кому-то там удар, кому-то там выносливость. Но в большинстве, в принципе, все ясно. То есть вот стратегически мы уже примерно понимаем, как дальше двигаться. Перенство России состоится в Дагестане от чемпиона страны в Кемерове. Надежды возлагает и на вновь прибывших спортсменов. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. И на этом у меня все новости. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok